Медицинские услуги, об этом много говорят в Казахстане, мобильная связь, туризм. Собственно говоря, я предполагаю, что, например, в работе Фемиды у Куралой Кенесовны большое количество споров связано именно с этими новыми секторами экономики, в которых неизбежно возникают конфликты. Теперь, вот посмотрите, пожалуйста, я сейчас это уберу, поставлю медиативную оговорку. А прежде, наверное, мне надо задать вопрос вам, уважаемые коллеги. В самом деле, как привлечь стороны? Общеизвестно, что конфликт хорошо урегулировать, подается урегулирование путем медиации на ранних стадиях возникновения спора. На ранних стадиях возникновения спора постренчество наиболее эффективно, как доказала практика. Это напоминает мне принцип болезни. Легче предупредить, чем лечить. На начальной стадии болезни можно с помощью профилактических процедур миновать. Так вот, каким образом, что необходимо для того, чтобы стороны, например, туристского агентства обращались к медиатору на ранней стадии возникновения спора? Давайте подумаем. Ну, давайте начнем с того, что необходима информация. Ну, то есть, нужна реклама, нужно информирование населения, конечно. Да, минус медиатору. Естественно. Да, все это необходимо. Проблема... Да, я согласен с вами. Что если медиатором работать с бизнес-ассоциациями, которые выходят на розничный рынок и всячески пропагандировать до судебного порядка урегулирования спора? Принципы, когда рекомендуется включать медиативную оговорку в договор, предупреждая об этом клиента и объясняя ему преимущества. Что это за медиативная оговорка? Давайте посмотрим. Вот это принципы, которые отличают медиацию. Добровольность, конфиденциальность, быстрый срок в сравнении с судом и разумный бюджет. Теперь я не говорю, что обязательно это должно рассматриваться в нашем центре, Сибирский центр конфликтологии. Здесь может стоять, например, Фемида или, скажем, Балтийская академия. Как вы сформулируете? Некая организация медиаторов. Вот эта модель, давайте мы ее постараемся обсудить, уважаемые коллеги. Выработанное медиативное соглашение будет обязательным для исполнителя, но добровольным для заказчика. Спрашивается, почему такая симметрия? Давайте попробуем понять. Давайте возьмем, например, сферу строительства. Предположим, Абдурашид Юрлаевич, вы руководитель строительной компании. Предположим, я прихожу к вам как медиатор и говорю, Абдурашид Юрлаевич, хотите, мы вам дадим, развернем дополнительную рекламную кампанию? Ну, одним словом, мы можем создать уникальные преимущества для вашего товара, услуги и, по сути дела, эти преимущества сами по себе для вас без дополнительных затрат. Уникальные преимущества для ваших товаров и услуг без дополнительных затрат. Это же привлекательно? Скорее всего, вы согласитесь, да? Я так предполагаю. Продолжение следует...